Здравствуйте, водолеи! Сегодня мы сделаем вам такой мини-расклад и узнаем, что же хотят сказать вам Тару в уходящем году. Это может быть как маленький совет от карт, так и, возможно, намёк или рассмотрим с вами какую-то вашу ситуацию, которая сложная. Может быть, в данный момент карты захотят вам подсказать какой-то путь с ней связанный. Но так или иначе, я думаю, всё в помощь. Спасибо вам! Что смотрите? Давайте посмотрим. Король мечей у нас сразу же выпадают. Фигурные карты всё же, да? Ух, колесница, король мечей. Ну, смотрите, семёрка Пентакли. Семёрка Пентакли – карта планомерной работы, которая не приносит нам результата. То есть эта карта может быть связана с тем, что вы зависли в какой-то ситуации, на данный момент это же основа наша, да? И вы хотите какого-то результата, а у вас этого результата как бы не предвидится, а вам хочется, понимаете? По тройке жезлов, да, здесь у нас вот жезлы. Есть варианты какие-то другие, но вы пока ещё упорно не хотите отказываться от чего-то и работаете как бы в том направлении, которое для вас важно сейчас. То есть это какая-то такая, знаете, может быть, монотонная некая карта, но так или иначе она говорит о ваших намерениях таких серьёзных, да, в отношении кого-либо или чего-либо. Ну, король мечей мне здесь выпадает. Конечно, это чаще всего сигнификатор, может быть, мужчины. Бывает бывших мужчин. Если для женщин мы рассматриваем расклад там, да, то возможно, возможно, у вас с этим как-то вот мужчиной всё вот застопорилось, если про отношения мы говорим, да. И в ближайшее время всё будет очень сильно меняться, то есть вы не думаете, что это сейчас насовсем, да. То есть тут как бы какую-то такую историю мне карты рассказывают по поводу того, что сейчас, возможно, всё в стагнации, но в дальнейшем всё будет очень сильно меняться. И, возможно, либо вы станете инициатором этих событий, либо, может быть, кто-то другой. Но я просто попробую уточнить этот аркан. Ну, двойка кубков, возможно, вдвоём, может быть, уедете куда-то, да. Это если про отношения. Если не про отношения, возможно, это и про здоровье может идти речь, потому что король мечей у нас часто сигнификатор врачей. Вот, и четвёрка мечей говорит о том, что, может быть, вы находитесь, ну, как бы не в лучшем сейчас состоянии, да. То есть, может быть, вы приболели, где-то лечитесь. И в любом случае ситуация разрешится для вас благополучно. Всё будет хорошо к концу года и, в общем-то, в дальнейшем. Да, колесница очень благоприятная карта на здоровье. Вот, но она говорит о том, что надо быть аккуратнее, опять же, за рулём и в таких вот, да, вещах. Ну, это двойка кубков говорит о том, что вам всегда будете в паре, да, поможет, помогут. Вот, то есть, в принципе, расклад может быть, понимаете, как об отношениях, так и о какой-то конкретной ситуации с вами сложившейся. Может быть, это какой-то конкретный человек. Король мечей – это люди такие, знаете, очень ясно мыслящие, честные. Но, может быть, часто бывают какие-нибудь сигнификаторы ваших начальников, особенно те, кто связан с какой-то бумажной работой или так далее. Ну, такие, знаете, значимые, очень с ясным рассудком люди. И о каком, и в самом центре расклада главное, что вы должны запомнить, лежит карта, которая говорит о зависшей ситуации, которая сейчас как-то не разрешается никак. И вот она разрешится у вас по колеснице. Поэтому, в общем-то, достаточно благоприятный для вас расклад. Вот, если вы сейчас не получаете результата, ведь результат будет, но через какое-то время. Спасибо вам большое за просмотр. Я вам желаю хорошего дня. Я желаю, чтобы у вас действительно максимально быстро наступила эта колесница, и вы на ней унеслись в хорошее какое-то будущее. Спасибо вам.